Меня зовут Алина, мне 42 года, приехала я в Биргии, проживала раньше в Украине. Сейчас я приехала в клинику Василенко для того, чтобы просто проведать, посетить сеансы, показать, что в этой жизни все возможно, все преодолеваемо, все проблемы. Моя проблема связана с алкоголем. Алкоголь начала употреблять с 15 лет. Все это было весело, задорно, с подружками, с друзьями, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но потом это переросло в большую проблему. В последнее время я выпивала крепкие напитки, я не выпивала, выпивала вино, но в течение дня я выпивала до трех литров вина. В один прекрасный момент муж мой пришел с работы и застал меня, лежащий на полу над ребенком. То есть в этот момент как раз увидел, что у меня западает язык, и я отключаюсь. Он вовремя успел вставить мне палец в рот, он меня просто спас. Я попала в клинику, и мне предложили, знакомые мои посоветовали, что есть такая клиника. Я только с двумя руками за, я просилась, чтобы меня привезли именно в Украину, в эту клинику, чтобы попасть в нее, потому что сама я с этой зависимостью не могла больше справляться. У меня было очень огромное желание побороть эту зависимость, чтобы мне помогли, потому что сама я больше с этим справляться не могла. Семья очень страдала, значит, детки не хотели даже ко мне подходить, потому что это было неприятно, был постоянный перегар, запах был. С мужем постоянные проблемы, постоянно доходило до развода. Тоже спасибо моему мужу, огромное терпение, он это терпел, терпел. Я просила его помощи, он мне просто, он говорил, я не могу ему чем помочь, ты должна просто это понять сама, потому что это проблема, в первую очередь, твоя и всех нас. Вот, и доходило до развода, я могла остаться просто из семьи, без детей, я говорил, заберу детей, просто потом уже это понимаешь, что действительно плохо лишить совсем. Муж был довольный сразу же, они были очень беспокойные, то есть, чтобы на глаза ничего не попадалось, но у меня была очень большая уверенность. Мне это очень придавало сил, и мне это помогало, потому что в селе я поставил такую установку, что мне это не нужно. И, конечно, я видела моих родных и близких, у них не было этого доверия сразу, то есть, как любое доверие, наверное, его надо заслужить с временем. Мы ограничивали, чтобы лишний раз мне что-то на глаза не попадалось. Были праздники какие-то. Были праздники, мы выбивали в компаниях, но меня старались ограничивать. Ну, ты сама себя. Да, в первом видео. Сейчас у меня проблемы нет, я спокойно себя чувствую в компании. Но мне это неприятно, людям так. Я думала, не выдерживаю этого. Не можешь отстать отношения, не можешь запретить людям выбивать, но это неприятно. То есть, я быстро устаю от этого, и мне просто неинтересно с этими людьми, которые выбивают. К приютчим людям у меня отношения, как бы, еще раз повторюсь, мне это неприятно. Когда на сеансах ты видишь собственные похороны, то есть, и конкретно понимаешь, что это может быть в реальности, и ты теряешь не только свою семью, близких, родных, но и твоя жизнь закончена. Ты просто начинаешь переосмысливать, а нужно ли тебе это. И выбираешь то, что тебе надо. У меня была очень психологическая травма. После лечения я забеременела. Мы были очень рады, мы ждали этого малыша. Но по истечению обстоятельства, малыш в три с половиной месяца умер от остановки дыхания. Это, как любой маме, поделять ее ребенка, это очень психологическая травма, очень тяжелая. И, конечно же, мои близкие родственники все очень переживали, что у меня будет срыв. Но это мне еще больше придало силы, уверенности. И, как бы, настолько я сама себе поверила в себя, и настолько я хотела избавиться от этой проблемы, потому что она мешала не только мне, но и страдали вокруг меня все близкие. И я дала свою установку, что я больше никогда этого не приму. Конечно, после такой травмы очень тяжело не сорваться. Может, иногда была такая мысль, что напиться и забыться, а что приведет к этому? Ничего не будет. Ты начинаешь переосмысливать то, что у тебя было, а по идее-то и не было ничего хорошего. Ну, что эти выпивки ни к чему хорошему все равно не приводило. У нас родился еще один малыш. Мы счастливы, рады. Покупка дома у нас сейчас в ближайшем месяце. Семья очень довольная, детки довольные. Этот сложный шаг, который ты здесь находишься в клинике, все это, да. Но впереди, если ты просто поборешь эту с собой проблему, мне кажется, потом открываются новые достижения. То есть ты добиваешься тех вещей, которые просто думал, ну, как бы, для тебя это нереально вообще. Сейчас я вожу машину, 42 года родить ребенка. Все из-за роли, новые увлечения, хобби, делаю короткие ролики, то есть выставляю в YouTube. Такое увлечение, как бы, усидчивость, нужно время. Очень доставляет удовольствие, как бы, есть постоянная занятость. Когда ты постоянно чем-то занят, то есть у тебя нет мыслей думать, что нужно что-то принять, выпить, что-то... То есть ты получаешь, у тебя инфария именно от того, что с тобой происходит. Надо искать вещи, которые тебе доставляют удовольствие. На трезвую воспринимается жизнь. Хорошо, да. Совсем это совсем по-другому. Ну и, конечно же, когда мы не в трезвом состоянии, мы этого не замечаем, мы окружающие, да, это все видят. А мы с ними не согласны. В первую очередь нужно самому захотеть. Это первое, что должен захотеть человек, извариться от зависимости. Даже если не получается, родным и близким, всеми силами направить все, чтобы помочь своему сыну, дочери избавиться от зависимости. Даже после лечения, которое здесь прошло, вот ребятам советую только верить в себя и только огромное желание их перебрать это все. И нужно прийти, просто иметь семью, детей, радоваться жизни. Есть действительно много, масса различных вещей, которые могут это просто заменить. И ты понимаешь, что это тебе действительно, оно тебе не нужно. И просто радоваться жизни.